Мне все говорят, Наташа, какая у тебя красивая кожа. Да, качество кожи у меня хорошее, но тем не менее, благодаря корректирующим средствам я добиваюсь идеального цвета кожи. Я сейчас вам расскажу, как я это делаю. Вот здесь я уже откорректировала полностью цвет и тон лица. Корректировала и скульптурировала лицо. А вот здесь еще нет. И прямо сейчас мы с вами как раз-таки попробуем это сделать. И одновременно вы увидите уже на лице, на моем, как работают наши корректоры. Итак, фиолетовый нейтрализует коричневый. И поэтому используем его на темные коричневые пятна. Вот у меня гиперпигментация. Я активно наношу сюда фиолетовый корректор. Многие скажут, как слишком светло будет. Он впитается, распределится. И когда вы сверху нанесете тон, то тогда гиперпигментация не будет так сильно видна. Безусловно, полностью ее убрать очень сложно. Но, тем не менее, если здесь темные круги под глазами, конечно же, нужно нейтрализовать это фиолетовым корректором. Если здесь темные круги под глазами, точно так же можно это сделать с помощью фиолетового корректора. Зеленый корректор я наношу на крылья носа. Потому что у меня здесь присутствуют красные пятна. И у всех, у многих крылья носа, они как раз таки бордового, красного цвета, нейтрализуйте зеленым корректором. Я даже спускаюсь еще вниз. Именно огибая крыло нашего носа. И немножко пройдусь по складочке. На бороде тоже красновато бывает. Нейтрализуйте. Как раз таки, это красным, зеленым корректором. Дальше. Под глазами у меня нет таких синяков. Но, тем не менее, я слегка пройдусь в виде треугольничка под глазками. И так же нанесу корректор на верхнее веко. Это будет так же прекрасной основой для макияжа. У меня нюдовый макияж. Собственно, будет легкий. Но здесь его практически не видно. Это вот то, что касается коррекции именно кожи. А теперь я покажу вам один лайфхак. Может быть, вы его используете и будете применять потом постоянно. Пока фиксируется один, другой, третий корректор на лице. Они должны впитаться. Потом, после этого, мы только наносим тон. Вы посмотрите, как все великолепно нейтрализуется. И тон лица визуально выравнивается. Теперь. Новинки. Наши водостойкие карандаши. Тени. У меня артикул в руках. 5682. Для чего я его взяла? Потому что я буду его использовать также для коррекции. Очень часто у многих женщин вот именно по слизистой у нас такая воспаленная часть бывает. По каяловыми словами, красного цвета. И чтобы закорректировать эту полоску, не очень хорошую, которая придает такой больной вид, В связи, я всегда использую карандаши. Именно вот такого оттенка. И рекомендую вам так же использовать. Все, что нужно сделать, просто по слизистой провести данную полоску. Сразу краснота убирается. И если вы хотите, вы можете даже вывести слегка за часть глаза. И он у вас вытянется. Что делаю я? Я провожу по слизистой, задевая вот именно реснички. И под ресничками я так же это делаю. То есть провожу еще под ресничками. Тем самым создается великолепный такой эффект естественного макияжа. Это все фиксируется. Пусть пока это будет как шаблон. Тональное средство сейчас уже можно великолепно наносить на данные корректоры. И я сделаю это прямо сейчас. Я выбираю оттенок 6175 из серии Glam Team. И буду наносить это косметическим нашим спонжем силиконовым. Великолепно перекрывается, ложится на корректор. И получается очень-очень ровный тон. Смотрите. Очень хорошие корректоры. Прям рекомендую их использовать. Сверху. Кстати, данные корректоры даже могут быть базой. Для макияжа. Смотрите, какая красота. Берем? Да, конечно, берем. Естественно, я более усиленно сейчас пройдусь здесь вторым слоем. Для того, чтобы выровнять окончательно кожу. Именно в этом участке. Тон кожи. Красота. И сделаю небольшую отмашку на шею. Великолепно. Чего не хватает румян и скульптурирования? Что нужно сделать? Вычертить овал. Скульптурировать слегка скулы. И поставить румяна. Ну и, соответственно, сделать бровки. Вуаля. Великолепно поработали корректоры. Рекомендую взять для себя все три оттенка. А также жидкую помаду матовый металлик. Артикул 44155. С вами Наталья Платко. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok